Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». На портал поступил вопрос, крик души такой, «Почему я не могу жить, как хочу? Зачем столько рамок?» Ну, разные люди хотят разного, и даже святые люди иногда чувствовали, что хотят они одного, а получается другое. Даже апостол Павел говорил, «Бедный я человек, чего я хочу, того не делаю, а что ненавижу, то творю». Многие из нас, те люди, которые называют себя христианами, хотят жить любовью, хотят жить смирением, хотят жить исполнением заповедей Божих. Хотим одного, но не получается. Получается часто что-то совсем другое, раздражение, зависть, что угодно. Христианский путь очень часто похож не на такое шествие от победы к победе, от вершины к новой вершине. Очень часто этот путь похож на шествие от поражения к поражению. Человек идет, бредет, упал, согрешил где-то, опять встал, опять дальше идет. И вот тут самое главное – нигде не отчаяться, не лечь, не сесть после очередного падения, а снова встать, снова покаяться и идти дальше. И тогда в конечном итоге вот этим узким, тесным, сложным путем, но придем мы туда, где наше Отечество. Другие люди хотят чего-то совсем другого, хотят вседозволенности, чтобы не было никаких рамок. Вот здесь пишет автор этого вопроса. Почему столько рамок? Но дело в том, что любовь, для которой создан человек, без которой человек мертв, он камень, так любовь, она невозможна без каких-то ограничений. Если человек, вот юноша, например, полюбил девушку, то он естественным образом, не потому что кто-то ему это навязал, а потому что он чувствует, что ей нельзя по-другому, он обязательно будет встраивать свою жизнь во многие рамки для того, чтобы не разрушить свою любовь. Он будет ей верен, и он знает, что если он нарушит эти рамки, если он будет неверен, будет изменять, то он, скорее всего, разрушит свою любовь. Он будет жить по каким-то ее заповедям, можно сказать. Ведь у каждого из нас есть заповеди. То, что человеку желанно, радостно, и то, что человеку противно, отвратительно. И даже если что-то не будет сказано словами, хотя хорошо бы, как можно больше всего проговаривать словами, но вот даже если что-то не сказано словами, все равно любящий человек чувствует эти заповеди, эти ограничения, что любимый радостно, приятно, желанно, а что ей противно. И живет этим. И его спросишь, а зачем ты себя в такие рамки вогнал? Что ты с собой делаешь? А он скажет, а я не заметил, что я был в рамках. Я просто люблю человека и живу этой любовью. И вот любовь к Богу, она тоже требует от нас жизни в некоторых рамках, потому что Бог есть любовь, но он не есть всепозволяющий Бог. Ему не все равно, что с нами происходит. Отношения между нами и Богом разрушаются, когда мы себя раним своими грехами, когда мы себя разрушаем. Бог желает нам блага. И если мы причиняем себе вред, а любой грех — это причинение вреда самому себе, то эти отношения нарушаются. Вот почему нам важны эти рамки, чтобы не разрушить эту любовь, чтобы не причинить вред себе и своим отношениям с Богом. Заповеди Божьи — это не что-то вроде статьи Уголовного кодекса. Если сделаешь так, то будет то-то и то-то. Если сделаешь так, то будет то-то и то-то. А это указательные знаки, которые нам показывают, куда нам идти, как нам двигаться, чтобы достигнуть нашего подлинного Отечества. Царствие Божие, Царствие Небесное. Царствие Божие, Царствие Божие.